Царское село Елизаветы Петровны Цесаревна Елизавета мечтала, а императрица Елизавета Петровна превратила скромное поместье в роскошную загородную резиденцию. Но история этого места началась гораздо раньше. Первый дворец в царском селе был построен немецким архитектором Браунштейном, еще по велению Екатерины Алексеевны, матери будущей императрицы Елизаветы Петровны. Это было небольшое симметричное здание в стиле Петровского барокко, с высокой мансардой и скромной отделкой. Поначалу его окружали луг, скотный двор и хозяйственные деревянные постройки. Пологий склон у дворца был превращен в террасы, разделенные аллеями и баскетами, и получил название «Верхнего сада». При Елизавете Петровне по проектам архитекторов Зимцова и Квасова началась работа по расширению дворца. Для создания нового дворца архитекторы использовали объемы и стены старого здания. Были пристроены два крыла, повышена центральная часть фасада, здание приобрело более монументальный вид. Но на этом работа не закончилась. Галереи с висячими садами соединили боковые флигели с основным корпусом дворца. Ансамбль растянулся на всю ширину верхнего сада. Обширный двор перед дворцом превратился в парадный плац, который замкнули одноэтажные циркумференции. Внутри галерей располагались служебные помещения. На висячие сады летом выносили катки с подстриженными декоративными деревьями. Были устроены портеры, украшенные скульптурой и фонтанами. Вскоре архитектор Растрелли, сохранив план дворца, полностью меняет его внешний облик. Над галереями вместо висячих садов возникают боковые корпуса. Перестраивается объем дворцовой церкви. Большой царскосельский дворец, украшенный позолотой, предстает перед современниками в своем блистательном виде. Некогда за дворцом была дикая роща, в которой устроили зверинец для царской охоты. По проекту Растрелли на месте пересечения двух просек возвели павильон Мон-Бежу. Он использовался для отдыха и обедов после охоты, поэтому павильон часто называли охотничьим. Мон-Бежу в переводе с французского означает «моя драгоценность». Украшенный золоченой скульптурой, окруженный рвом и причудливыми лестницами, он был как сокровище, спрятанное в чаще леса. Катание с гор – одно из любимых развлечений на Руси. Катальные горки относятся к оригинальным русским постройкам, издавна приводившим в восторг иностранцев. При Елизавете Петровне в Царском селе была построена первая катальная гора, по которой катались летом на тележках с деревянными колесиками. Блочный подъемный механизм тележек располагался в нижней части павильона. Тележки и механизм были спроектированы инженером Нартовым и послужили прототипом для всех катальных гор того времени. В Верхнем саду, на берегу Большого пруда, по проекту расстрели был сооружен грот – павильон, характерный для регулярных парков XVIII века. Пруд в то время имел правильную геометрическую форму. Перед гротом была устроена терраса с балюстрадой и маленькая пристань, откуда Елизавета Петровна садилась в лодку для охоты на бекасов. Павильон Эрмитаж Павильон Эрмитаж – еще один свидетель блистательной Елизаветинской эпохи. Здание, имеющее в плане сложную конфигурацию, всякий раз предстает в неожиданном ракурсе. По замыслу расстрели, Эрмитаж был украшен позолоченной скульптурой, роскошно и сложно декорирован. Окруженный рвом и подъемными мостами, спрятанный от посторонних глаз в дикой роще, он должен был стать местом уединения. Но при Елизавете Петровне здесь постоянно царила атмосфера праздника и веселья. Таким видели современники царское село императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, превратившей маленькую пригородную дачу в роскошную императорскую резиденцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok